Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Все еще ключевой темой остается военный конфликт в Украине. С его начала цена на нефть американского сорта WTI взлетела более чем на 40%. Также и золото прибавило в цене более 160 долларов или 8,5% всего за несколько дней. При этом нефтяные котировки уже вернулись ниже отметки в 100 долларов за баррель, а золото и вовсе приближается к значениям 23 февраля. Давайте немного подробнее о ситуации на рынке нефти. Несмотря на эмбарго США и план Британии о постепенном отказе к концу года от импорта российской нефти, глобального дефицита на мировых рынках, не произошло. Также уделю внимание на готовности Индии покупать нефть у России за рубли и рупии, в то время как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совместно с президентом США пытаются договориться с Саудовской Аравией об увеличении экспорта черного золота. Все это способствует стремительному снижению паники и как следствие давит на нефтяные котировки. Смещаясь на рынок драгметаллов, могу сразу отметить явное снижение паники. Золото торгуется всего на 15-17 долларов выше максимума 23 февраля. Напомню, что еще несколько дней назад был установлен максимуму отметки 2070 долларов за унцию, что выше текущего значения приблизительно на 140 долларов. Также уделю внимание достаточно сильному росту доходности 10-летних гособлигаций США. Напомню, что этот инструмент принято считать самым надежным активом. Так вот, уже сегодня его доходность достигла максимальной отметки с июля 2019 года. Конечно же я не стану утверждать, что столь мощный рост доходности гособлигаций США связан с очередными переговорами между Россией и Украиной. Также не следует думать о том, что он спровоцирован общим снижением интереса к данному военному конфликту. Вероятнее всего, причина куда более простая и заключается в ожидании повышения ключевой процентной ставки Федрезервом. Напомню, что это может произойти уже завтра. А сегодня все внимание сосредоточено на статистике по рынку труда в Британии, которая уже опубликована. А также на данных по изменению настроений в деловой среде Германии и по еврозоне. Обратите внимание и на предстоящие релисы индекса цен производителей в США. Дальнейший рост этого показателя подтвердит рост инфляции в ближайшие несколько месяцев, тем самым вынуждая Федрезерв более активно повышать процентные ставки. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.